Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня в ремонте умная колонка Яндекс.Станция.Макс. Прислал ее блогер строительной тематики Шайтер Андрей. Проблема колонки в работе Wi-Fi. Со временем связь стала работать все хуже и хуже. И в какой-то момент подключение к сети Wi-Fi стало невозможным. Даже находясь непосредственно у точки доступа. При проверке дефекта я не смог настроить колонку. Подключить ее к своей Wi-Fi сети. Попробуем выяснить, что с ней случилось. Начнем с разборки. Обнаружил крепежные винты под резиновой накладкой на днище. Выкручиваю и снимаю крышку. Под ней находится еще несколько винтов. Выкручиваю, отключаю кабель и откладываю панель. Кроме диффузора динамика, здесь больше ничего. Хотя нет, есть еще 4 труднодоступных винта на самом дне отверстий. Никакой отверткой туда не подлезть. Пришлось поработать DIY-щиком и из подручных средств смастерить вот такой удлинитель. Наверное первый раз таким занимался. Кстати, никогда не нужно бояться делать то, что еще никогда не делал. Ведь если разобраться, для этого достаточно всего лишь изучить немного новой для себя информации. Geekbrains может вам в этом помочь. Это онлайн-университет современного образования. Более 12 лет обучает специалистов в сфере IT. Программа «Основы IT» — это самый верный способ начать изучение технологической сферы. Geekbrains сделали погружение в IT максимально понятным. Вы увидите, что программирование — это не сложные формулы, а простая логика, которую может освоить каждый. Обучение состоит из теории и практики. Вас ждут лекции по основам программирования, мастер-класс, на котором вы напишете свою первую программу, и интенсив с разбором и погружением в различные IT-специализации. После прохождения курса вы будете разбираться в IT лучше, чем 90% новичков. Попробуйте себя в роли IT-специалиста, начнете понимать сложные термины и поймете свою траекторию развития в IT-направлении. Вы научитесь мыслить как айтишник. Курс «Основы программирования» из программы обучения идеально подходит для новичков. После обучения вы пройдете тест на профориентацию и получите сертификат о прохождении программы. Кстати, курс «Основы IT» является бесплатным. Попробовать его можно, перейдя по ссылке в описании. Ну а что касается нашей колонки, ее винты после подбора подходящей биты были откручены. Они крепили верхнюю панель корпуса, за которой никаких винтов больше нет. А судя по шлейфам, идущим от верхней платы, главная плата располагается в боковой части устройства. Вот до нее-то и нужно добраться. Для этого можно было не снимать верхнюю панель и не становиться DIY-щиком. Достаточно было просто отодвинуть внешнюю часть корпуса вниз. После чего, выкрутив несколько винтов крепления радиатора, можно без проблем получить доступ к плате. Сейчас выкручиваю еще несколько винтов, отключаю провода антенн и извлекаю плату. Так, важный нюанс. При подключении колонки к телевизору по HDMI, изображение есть. Оболочка станции запускается. Проблема конкретно с подключением к интернету по сети Wi-Fi. Хотя других сетей на колонке и нет. Даже Bluetooth нет. Нашел на плате модуль, отвечающий за Wi-Fi. Маркировка на его крышке – AP6356S. Питание на модуль приходит – 3,3 вольта. Под крышкой модуля располагается микросхема Broadcom BCM4356. Она в БГА-корпусе. Wi-Fi-контроллер, судя по даташиту. Я не знаю, как можно диагностировать исправность данной микросхемы. И вообще модуля Wi-Fi. Кроме как банальная подмена компонента на заведомо исправный. Думаю, логика вполне здоровая. Если на устройстве не работает Wi-Fi, то, скорее всего, проблема в неисправности Wi-Fi модуля. Поэтому не буду строить из себя суперспециалиста по ремонту подобных колонок, а просто заменю модуль на новый. Кроме того, они имеются в свободной продаже на Алиэкспресс по вполне демократичной цене. А вот, кстати, и он. Теперь остается выпаять старый модуль и припаять новый. Работать буду феном, поэтому закрываю элементы, которые боятся перегрева. В первую очередь это пластиковые разъемы. Наношу немного флюса и прогреваю модуль. Готово. Медной оплеткой убираю с монтажных контактов излишки припоя. Новый модуль буду припаивать паяльником, чтобы лишний раз не нагревать модуль. Все стороны пропаяны. Проверяю работу под микроскопом. В общем-то ничего хитрого в работе с паяльником не было. Просто убеждаюсь, что все выводы модуля припаяны и нет случайно замкнутых. Далее отмываю плату от остатков отработанного флюса, устанавливаю ее на место и включаю колонку. Привет, это Алиса. Рада знакомству. Сейчас при настройке появилась новая Wi-Fi сеть. Яндекс.Станция. Ее не было до этого. И в общем-то теперь настроить колонку, подключив ее к Wi-Fi удалось. Алиса, включись. Извините, но я пока не могу включить то, что вы просите. Для этого необходимо оформить подписку на плюс. Алиса, включи музыку. Чтобы слушать музыку, вам нужно оформить подписку Яндекс.Плюс. Алиса, включи что-нибудь. Простите, я бы с радостью, но у вас нет подписки на плюс. Алиса, гипс. Давайте быть более тем... Алиса работает только при доступе к интернету. То есть, сделаем вывод, что Wi-Fi заработал. Можно полностью собрать устройство и протестировать. После подключения колонки к телевизору, есть возможность проверить уровень качества Wi-Fi сигнала. Сейчас я нахожусь достаточно далеко от точки доступа. Качество сигнала среднее. Алиса, включи YouTube. Вот что удалось найти. Алиса. Андрей Шайтер. Вот что удалось найти. Алиса, открой видео про штукатурку. Вот что удалось найти. Пи***ь, Алиса, назад! Алиса, открой первое видео. Сейчас включу. Команды Алиса выполняет. Видео с YouTube запускает. Можно сказать, что сейчас колонка работает исправно. В ходе тестирования дополнительных дефектов в ее работе выявлено не было. Поэтому могу считать свой ремонт завершенным. Дорогие друзья, благодарю вас за внимание. И до скорых встреч в других ремонтах. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok